Классификация русловых процессов. То есть то, о чем мы сегодня будем говорить о разных типах. Точнее здесь, видимо, не классификация, а, видимо, вот сами типы. Потому что типы это как бы начинка, а классификация это способы упорядочения этой начинки. И эти классификации могут быть разные, по разным критериям. Мы вчера об этом как раз говорили о разных критериях. И вот он пишет дальше саму проблему. Как их характеризовать тип руслового процесса в соответствующей действительности? При этом вписаться в существующие классификации. При этом удовлетворив требования эксперта. Коллеги, типичная проблема. Знакома она вам? Была у вас такая проблема? Вот мне настолько она типична и настолько вот это привычна, что немножко уже надоело. И по большому счету, действительно это хороший вопрос, действительно ключевой, коллеги. Сейчас я перекручу тогда вот дальше. Смотрите, у меня уже есть три ответа. Даже четыре ответа. Четыре решения. Вот. Значит, здесь я уже понятнее прописал этот вопрос. Вот. Такой вопрос пришел. Как их характеризовать тип слова процесса в соответствующей действительности? При этом вписаться в существующие классификации. При этом удовлетворив требования эксперта. То есть, даже не вопрос, а вообще проблема. Такое противоречие. И кажется вообще даже неразрешимое. Конечно, конечно, коллеги, неразрешимое в тот момент, когда... Смотрите, соответствующая действительность. Что значит соответствующая действительность? Это значит правда. Что значит вписаться в существующие классификации? А это значит извращенное представление о правде. Коллеги, как состыковать правду с извращенным представлением о правде? Коллеги, вот если именно решать эту проблему и оставаться вот в этой... То нет решения, коллеги. Если быть на этом этапе развития русловеда, который называется «Я дурак». То нет решения я. Решение, что я дурак. Решение, что нет решения. Решение, что проблема неразрешима. И вот ВКонтакте переписывался с одним опытным гидроволоком. Видно, что он опытный гидроволок. Мы неоднократно с ним во многом обсуждали. Там все-все-все. И вот он тоже задавал этот вопрос. Вот этот вопрос. Ну, это типично просто, когда много-много-много раз мне уже задают. И вот я не смог его убедить. Я не смог его перевести в стадию «Я не дурак». Здравствуйте, Ольга. Так, коллеги, сейчас начнем. Это предварительный вопрос, но хорошо то, что он стыкуется с сегодняшней темой. Ну, прямую прямо. То есть, сегодня как раз я ответ этот и дам. Ответ постепенно, когда мы переходим на этап 2, пишем реальность. А что такое реальность? А реальность – это как раз детальное описание участка. Помните, позапрошлую встречу. Как раз это попытка определения реальной схемы деформации, которая есть. То, что, помните, вчерашняя тема. Ну, вчерашняя была замудрённой такая опять. Поэтому сегодня-то мы пойдем более термярно. Сегодня не будет наукообразия и философствия. Вот. Поэтому пишем реальность. Да, тоже я получал, коллеги. Вот это что значит требования эксперта? Это значит, эксперт тупой. У нас же есть разные эксперты. Есть эксперты хорошие, есть плохие. И вообще, в общем случае, коллеги, по русловым процессам, никто ничего не знает, никто ничего не понимает. Здравствуйте, Михаил Степанович. Так, коллеги, ну, будем считать, что начали. Сейчас я закончу. Точнее, сейчас я не закончу, а сейчас мы перейдем дальше. И как раз будем все время отвечать на этот вопрос. Вот. Значит, смотрите. Если эксперт умный, то он эту проблему знает. Он каким-то образом уже перешел на этап 2. То есть, у него этого вопроса не появится. Если эксперт глупый, то у нас два варианта. Первый вариант, это просто научить его. То есть, из глупого сделать умный. То есть, сделать за него ту работу, которую он не может сделать сам. То есть, объяснить ему, что реальность шире. Вот. И у меня тоже, конечно, это было. Конечно, мне тоже эксперт когда-то присылал, что ваше, значит, описание типов процессов не соответствует нормативным. Я пишу, да. Конечно, не соответствует. Просто потому что реальность не соответствует нормативам. Просто потому что нормативы не соответствуют реальности. И все. Поэтому я считаю, прямо это пишу ему в ответ, что я считаю нужным детально писать этот реальный участок реки, просто нормально написать, что там на самом деле есть, для того, чтобы передать это знание любому читателю, в том числе нашему главному потребителю нашего отчета, это проектировщику, чтобы он именно это использовал. Поэтому я не пишу то, что не подходит. Вот из этого микронабора 7 типов, что процессов, ничего не подходит. Ну и не подходит, и не подходит, поэтому мы описываем как есть. Например, река Нева. И, кстати, последний слайд у меня сегодня, это анонс завтрашнего, следующей нашей встречи. Следующая встреча у нас как раз будет посвящена извилистым рекам. Потому что сегодня все типы вообще пробежим, а завтра заточимся уже на извилистых реках. И там вот мы все, что будем все время говорить, это что есть меандрирование, а есть извилистые немеандрирования. Вот есть меандрирование, есть извилистые немеандрирования. И как пример, я там приведу реку Неву нашу, которая местами извилистая, но никакого меандрирования там нет. И мало того, мы там найдем потом. Коллеги, сейчас я вам покажу последний слайд тогда. Это затравка на завтра. Вот, смотрите. Там мы еще увидим, что там и вообще не только схемы деформации разные, а там вообще сама динамика потока, динамика наносов в разного рода поворотах, разные. Внешне они одинаковые. Если вы посмотрите вот с космического снимка, они почти одинаковые. Мы даже внешне потом сможем все-таки найти некоторые различия в них. морфологические, то есть, ну, просто на фотографии, на космической фотографии, на автоснимке, ну, даже, возможно, удастся и на картах это определить. Но все-таки они очень похожи. Тут поворот, и тут поворот. И вот нам важно, нам применциально важно научиться их различать. Во-первых, во-первых, чтобы к ним по-разному относиться, потому что для них будут разные методы расчета планов и глубинной деформации. Для того, чтобы просто понимать, что там происходит, там будут разные темпы деформации, там будет все разное. И еще, вот, возвращаясь к этому вопросу сегодня первому, там будет меандрирование. Вот такое. Вот это, это меандрирование. Оно описано в нормативном документах. А вот это вот, не меандрирование, оно не описано в нормативном документах. Соответственно, мы с вами должны, и, соответственно, у нас все методы как раз так делятся на две основные части. Первое, так сказать, нормативное, то, что описано, тип русского процесса описано в нормативном документах, методы описано в нормативном документах, и другое, не описано в нормативном документах, ни типы не описано в руслое процесса, ни сами методы соответствующим типам. Это завтра будет у нас по меандрированию. А сегодня мы в целом пробежим вообще по... Так, это было, коллеги. Ну и вот это, вот это типизация, коллеги. Смотрите, вот сегодня мы скорее... Вот для тех, кто не знает типизацию руслоевого процесса в ГГИ, я ее рассказываю. И рассказываю как хорошую, нужную, полезную. И это так и есть. Конечно, она нужная, хорошая и полезная. А потом, когда вы ее уже узнаете, вот сегодня мы ее всю пробежим, потом я скажу, хорошо, но это маленький кусочек. Он срабатывает тогда, когда срабатывает. Это, коллеги, это называется повезло. Вот если нам попалась такая схема деформаций, то есть такой тип руслоевого процесса, который можно легко отнести к известному одному из этих семи, слева, или слева, то это называется повезло. Да, повезло. И значит, ну у нас все в руках. Мы уже видим и название есть. Вот. И соответствует нормативным документам. И мы сразу видим ту схему, да, мы знаем, что будет дальше в рамках этой схемы деформации. То есть, соответственно, уже мы даем макро-прогноз. То есть, если попало, то мы уже быстро близки к ответу. Мы уже почти что ответ дали. Что будет с рекой в будущем? А ради этого-то мы пишем разделчик по условным процессам. Ради этого нам денежки не дают за отчет по гидрометозысканию, чтобы мы сказали, что будет с рекой-то. Где там ППР? Вот. А вот это называется не повезло. Не повезло это когда вот что-то другое. И мы с вами должны быть готовы к тому, что есть многое другое. И вообще вот это была проблема. Так, коллеги, здесь несколько слайдов. Микротеория. Опять виноват, виноват, виноват. Микротеория. Вот, смотрите, вот что... Вот Михаил Андреевич Великанов. Помните, он говорил, что он выделил два типорских процессов. Первое, миодрирование. А второе, это вот все остальные, которые он назвал, а это вот какие-то неправильные реки. Вот. И вот он тоже хотел много всего. Вот он выдвигал всякие принципы. Принцип ограниченности природных комплексов. И вот что пишет вот... Есть такая книжка «Барышников Попов». 88-й год. Я как раз учился в институте с 83-го по 90-й год. То есть я прям по этой книжке учился. Как раз последний, четвертый, пятый курс как раз уже я ее видел. Уже прям я купил в магазине тогда за 1 рубль. Вот. И там вот было вот это написано, что все многообразие, может быть, свинок, семи, коллеги. Но здесь ладно того. Смотрите, к семи основным типам. То есть все-таки, значит, все-таки есть какие-то еще другие. Все-таки какие-то не основные есть. Другое дело, что они не были перехислены в нормативных документах. Есть книжка, которая называется «Дистанционные методы исследования БАМа». Тоже примерно вот 80-го где-то года. Авторы Прокачев, Сачева, Снищенко. И это не тот Снищенко, Борис Валерьевич, о котором мы вспоминали уже. Помните, даже вчера вспоминали. Типизация была. Борис Валерьевич Снищенко изменил типизацию, классификацию ГГИ. Есть вариант Кондратева Попова, а есть вариант Снищенко. Это Борис Валерьевич. Так вот, автор этой книги не Борис Валерьевич Снищенко, а его жена Дима Владимировна Снищенко. И вот там, в этой книжке, которая посвящена дистанционным методам, это как раз и основные сотрудники, главные сотрудники метода дистанционных исследований в ГГИ были. И книга была посвящена этому. Но в том числе, значит, выделена была такая глава, посвященная руслопроцессам на БАМе. И вот там Дима Владимировна Снищенко, она привела тип руслопроцессов на БАМе и показала, что они не те, которые всем известны. Она как раз перечислила разные другие. Например, там, горно-русловая многорукавность, сток по мари, налетная многорукавность и другие. И потом, все на этом заглохло. Вот это ее типизация, то есть это эти дополнительные типы руслопроцессов, которые бы нам с вами помогали жить. Нам же нужно вот это более разнообразие, когда вот нам попадается другая речка, как нам ее описать. А мы, значит, вот у нас появляется тот вопрос, который сегодня вначале был, что типа, а что делать, как вот впихнуть любую речку в 7 типов. Часто никак. А вот если бы было не 7, а если бы было там 15, со спецификой, да, то было бы легче. Но вот это начинание, оно заглохло. Вот. Не только заглохло, но и, смотрите, вот в книжке 91-го года, вот, написано вообще, что все многообразие подразлено на 7 типов. Коллеги, это ужас, это беда, это вот извращение мозгов студентов. Потому что они этому поверят, они поверят, что все многообразие слогопроцессов подразлено на 7 типов. И потом у них будет вот эта проблема. У них потом будут появляться этот вопрос, как впихнуть. Впихнуть невпихуемое. Вот. Я вам ответы дал, да. На первой стадии развития руслоаведа никак. Или же писать фигню. То есть, любую извилистость называть меандрированием. Потому что никакого другой извилистости в рамках этих 7 типов нет. А в природе есть. На второй стадии развития руслоаведа решение другое. Просто пишем правду. Мало того, я вот завтра, когда буду вам показывать извилистость, когда я вам буду показывать Неву, я там покажу как раз выдержки из моего отчета. Я уже много отчетов по Неве писал. И теперь я уже просто, ну вот вообще, даже без всяких этих, пишу первую фразу в разделе по руслому процесса. Река Нева не соответствует ни одному из типов руслых процессов, выделенных в рамках гидрогомофрологической теории ГГИ. Не соответствует. Факт. Все. А потом пишу, что там на самом деле происходит. И вот последние там 10 лет я по Неве написал несколько отчетов и по другим подобным речкам. Вот. И не было замечаний. Потому что это вообще отдельная тема, коллеги. Но в целом, в целом, никто не разбирается в своих процессах. Ни исполнители, ни заказчики, ни проектировщики, ни эксперты. Добрый день, Александр. Ура. Вот. Поэтому, если вы уже что-то пишете, то эксперт обалдевает. Потому что подавляющее число экспертов находится на первой стадии развития русловеда. Если они уже перешли на вторую стадию, это даже еще нам лучше. Это значит, что они все-таки уже как-то мозгами своими не зациклились вот в этих семи типах, а все-таки выходят куда-то дальше. И это хорошо. Поэтому, увидев, что вы им на блюдечке пишете, что вот этот участок реки не соответствует ни одному из семи типов, он говорит, да, 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 точно. Ну-ка. И описал его как надо, описал. Молодец. И у него сразу к вам доверие, уважение, почет и все. И он, значит, приставит ваш раздел к прошлым процессам, обалдевает, говорит, я сохраню это, я буду учиться у этого исполнителя, коллеги. Вот у вас все эксперты будут учиться, когда вы им будете писать правду. Поэтому, действительно, все типы, все многообразие. Конечно, нет. Это мы все зачеркиваем. Вот. И говорим, что... А кстати, 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 если вернуться к основам, ну, основоположник у нас Николай Евгеньевич Кондратьев, то он тогда еще, в 68-м году, это вот его докторская, а еще и даже до этого, книжка есть, 51-го года, и... Вот. А, еще я хотел сказать, что есть начальные, первоначальные нормативы, например, есть 1975-го года норматив по оценке русловой деформации, и специфический такой, ведомственный, для ЛЭП, для Нелевиктора ЛЭП-передач. И там написано, там написано, что... Так-так-так-так-так-так-так-так... Вот. Видите, что есть менее распространенные типы, которые отнесем к особам. Вот. В старом нормативе по ЛЭПам, в диссертации Николая Евгеньевича Кондратьева, в старой книжке 1951-го года, не было такого жесткого, как у Барышникова в 90-е годы, что все многообразие относится к семититам. Нет. Тогда говорилось, что вот эти семь, это основные. Соответственно, есть какие-то менее распространенные, которые отнесем к особым. Видите? Но не включающие. То есть, он тогда это, тогда, 50 лет назад, давал нам свободу. Просто они не удосужились тогда вот перечислить все дополнительные. А вот их ученики, последователи, они потом сказали, все, баста, все нормально. Они это приняли за догму. И постепенно вот это основное, с подразумеванием, что есть еще что-то другое, оно превратилось вот уже в единое и нерушимое. Так, коллеги. Поэтому типы ГГИ сидят вот в такой вот коробочке, а здесь еще есть все многообразие других типов. Их много-много-много-много разных. Но сегодня в основном мы пробегаем все-таки по типизации ГГИ. Ну, азы русловедни, последовательно идем, поэтому сегодня в основном. Ну, в этой презентации, правда, есть и другие тоже. Вот. Поэтому, если двигаться вот так, то на самом деле, вот это что? Это многообразие. Вам кажется, что это опять я бы пошел не по смыслу, что я опять начал начаться всякие философские, всякие такие. Нет, коллеги. Это просто такое странное представление сути. Не просто самих схем деформации, не просто типов разных процессов, а нашего отношения к нему. То есть, мы поймем, что там происходит. Мы будем иметь исходные данные, но не поймем, что там происходит. Или у нас там нет исходных данных, но мы тем не менее понимаем, что там происходит. Или вообще полный кирдык, когда у нас и данных нет, и карт нет, и понимание, что там нет. Коллеги, то есть у нас вообще-то в реальности вообще другой подход. И вот то, что я вам сейчас рассказал, и вот в таком виде вот эта картинка, Это и есть как раз переход к нашей вот этой табличке разных ситуаций. И соответственно разные ситуации мы будем использовать разные методы расчета планов кубинной информации. И нам не то что удобно, а просто удобно. Не просто удобно, а куда еще деться. Вот если она есть, то просто жить можно жить тогда начинаться. А вот если нет, то как вот обычно действует любой такой вот неопытный гидролог, неопытный русловик. Вот ему что-то сказали, какой-то один метод. И он потом этот один метод для всех рек использует. Для малых, для больших есть карты, нет, карты извилистые, неизвилистые, меодрижущие, не меодрижущие. И он ему рассказали, там метод опять же Николая Евгеньевича Кондратьева по формуле. И он эту формулу к русловой многорукавности там применяет. Вот она, вот поэтому, вот что в нормативной базе, это я вам уже говорил, вот эти семь типов. Вот это сейчас тогда остановлюсь вот здесь, коллеги. Значит, Иосиф Филиппович Карасев, он был не в рамках отдела жилых процессов. Он был руководителем отдела вообще по гидрометрической сети, ГГИ. Но тем не менее, у него был широкий такой кругозор. Он очень активный, интересующийся. Я слушал его, когда в ГГИ еще работал. Он рассказывал вообще интересно. И он занимался всем. В том числе у него есть книжка, которая называется «Русловые процессы при переброске стока» примерно 1975 года. И он вообще-то сделал мощнейший шаг для того момента. Для того момента, смотрите, у нас есть основная книжка 1882 года «Основа гидролога-машологических теорий и слов процессов ГГИ». Авторы Кондратьева, Попова, Снищенко. И там вот семь типов. Все. А что сделал Иосиф Филиппович Карасев? Он сказал «Все то, что вы перечислили, это правда. Но это относится к равновесному состоянию». Мы вчера об этом в какой-то мере с вами говорили. Помните, мы с вами говорили, что есть изменение рек в рамках какой-то схемы. В рамках какого-то типа «Меандрирует, миандрирует, 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 миандрирует». Но хорошо, мы поняли, что это миандрирование, мы поняли, что будет дальше за этим миандрированием. Оно будет дальше миандрировать. То есть размывать там правый берег, вправо с какой-то скоростью. Хорошо, это ценное знание в рамках одного типа прошлых процессов. Но есть еще изменения типов прошлых процессов. И вот все, что вы прочитаете во всех нормативных документах, не подразумевает никаких смен типов прошлых процессов, никаких перескоков из одной схемы деформации, из извилистости в многорукавность. Как, например, вчера я вам показывал ракушу, кто помнит, и вчера я показывал, там изменения по длине реки происходят явные. И вам показывал еще другой пример зейей. Там происходит это изменение, из извилистости к разветвленности во времени. То есть у нас еще кроме по схеме, таких цикличных, понятных и равновесных изменений, есть еще какие-то перескоки. И это нигде в книжках, ну в какой-то мере, может быть, в книжках-то и написано у Кондратьева, потому что он-то тогда вообще-то очень хорошо к этому подходил. Потом в нормативных документах, потом его последователи, они все это выбросили. Они сказали семь типов и все. К чему? Что это вот при неизменности руслоформирующих факторов. Вот если все хорошо, то меандрирующая река будет меандрировать. Если ничего не изменяется, то русловой мегуркаунт будет оставаться над русловой мегуркаунностью. А вот когда что-то меняется, происходит смена. Так вот эти семь типов, которые, то есть Филиппич Карасев, смотрите, вот эти семь типов он оставил. Он говорит, да, хорошо, вот все, что вы перечислили, это есть. Вот со второго по восьмой. Со второго по восьмой семь типов это вот равновесные типы руслопроцессов, когда внешние изменения никаких нет. И внутренние изменения, они только заключаются в самом развитии. То есть изменение русла есть, но изменение схемы развития этого русла нет. Что-то опять я замудрил, да? Кто не понимает, напишите минус. Тогда пойдем прям вот, да. И он сказал, что это равновесное состояние. И оно типично для среднего течения реки. А еще у нас есть верховье. А еще у нас есть низовье. Коллеги, сейчас я отвечу. Если слышно, напишите плюсик. И он говорит, что в среднем течении, да, так может быть. Но еще у нас есть, спасибо, Ольга, ура, ура, ура. А еще у нас есть верхнее течение. И еще у нас есть нижнее течение. Спасибо, Екатерина, спасибо, Александр. И вот верхнее течение, оно другое. И нижнее течение на другое. Спасибо, Екатерина. Ура, Николай. В верхнем течении там вот есть однонаправленное действие, заключающее в том, что река врезается. Там формируется русло. В средней части русло, ну как, оно изменяется, но у него нет направленного действия. У него нет поднятия, нет опускания. А это врезанные реки, вот он сюда их вписал, смотрите, потому что он сказал, что вот здесь вот, в верховьях реки, ну, одним из вариантов типичных представителей такого, это, например, в верховье, могут быть другие участки, например, сама Невана, потому что на всем протяжении такая, там вот однонаправленное направление врезания. И там нет вот этой квазициклической какой-либо схемы, выделенных в рамках ДДИ. А внизу, помните, мы с вами говорили про дельты, а вот в низовьях там дельты. Там вот, в устье, там вот уже просто однонаправленные действия, направленные в том, что аккумуляции наносов. Наносы просто отваливаются, 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 отваливаются. То есть здесь направленный врез, а вот здесь направленная аккумуляция. И вот в этом смысле вот эта классификация, она гораздо лучше, да? Она тоже есть свои минусы, но она гораздо лучше предыдущей. Вот, соответственно. Так, с Нищенко-Нимона. Коллеги, загадки речного русла я вам дал. Вот, отсюда. Смотрите, слева это и есть ГГИ. В представлении ГГИ, помните, они только стройками века занимались. Головной институт. К ним не обращались с каналами. У них все эти Амуры, Волги, Дон, Иртыш и все остальное, коллеги. Это широченные долины с алювием. Соответственно, вот это алюви, 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 алюви. Видите, здесь везде алюви, алюви. То есть влево, вправо, вниз, вот она может творить все, что угодно. Помните, есть термин, это ГГИшный термин официальный, называется ограничивающие условия или ограничивающие факторы. И вот этих ограничивающих условий здесь фактически нет. Нет ограничений в плане, потому что здесь коренной склон далеко. Может быть там вообще на обето, может быть там 200 километров. Вот, или хотя бы даже километр. Ну, в какой-то реке поменьше, да. И здесь тоже толще вот этого алюви может быть и 50 метров, а может быть и 500 метров, а может быть и 5000 метров. То есть никакого влияния вот этого подстилающей поверхности какой-то слабого. размываемой, глинистой, суглинистой внизу. Нет. И вот это идеология семи типов шлухпроцессов ГГИ. Свободное развитие вправо, влево, вниз. В общем случае. Ну, кроме там ограниченного, скажем, неандрирования. А вот справа это то, о чем ГГИшники не знают. Справа это то, что в нормативах не прописано. Это что? А это вот врезанная река. И этот термин, кстати, это очень интересная вообще была историческая такая, коллеги. Вот термин врезанной реки придумали МГУшники примерно в 1980 году. Примерно. А коллеги, а ГГИшники этот термин терпеть не могли. Потому что у них в их голове, вот слева голова МГГИшника, справа, ну не то, что голова, видимо, голова МГУшника была в те времена шире. Она включала в себя вот эта голова ГГИшника, а вот эта голова МГУшника. Вот. То есть голова МГУшника, она включала в себя и те реки, которые в свободном развитии, которые в Алювии, как слева. И они же включали и реки, которые справа. И, соответственно, вот это слово врезанное, вот я работал в отдельных условиях процессов Государственного гидрологического института с 1990 по 2000 год, 10 лет. И вот я видел, что нельзя было говорить слово врезанная река. Если ты среди ГГИшников говорил, врезанная река, на тебя смотрели как на предателя, как на какого-то штрейбрехера, на какого-то вообще презренного предателя ГГИшной идеологии. Они говорили, то есть в их голове не было врезанных рек, а, соответственно, они считали, что их упоминать глупо, и нельзя, и все такое. Вот. У МГУшников была своя проблема. У МГУшников, они, значит, если коллеги, смотрите, если они говорят, что есть врезанная река, врезанная, то должен быть антоним. Ну, помните, у нас яблоки красные и зеленые, между ними желтые, яблоки крупные и мелкие, между ними средние. Соответственно, если река врезанная, то ему должен быть противопоставление, которое должно как-то называться типа приподнятые, да, врезанные, приподнятые. Вот это врезалось, а вот это приподнималось, да. Так вот, у них противоположность к врезанному называется широкопойменные. То есть, они такой антагонизм делали. Врезанные, широкопойменные. У меня есть такая статья, где я рассказываю, что широкопойменные им должны быть узкопойменные и беспойменные соответствовать. Врезанные должны соответствовать приподнятые. И такая двухкаритериальная классификация. Больше теории сегодня не будет. Вот. Итак, переходим к этой типизатору своего процесса ОГГИ. Вот эти семь типов. Что здесь сам вначале надо сказать? Если уж азы, если прямо реально азы, коллеги. Смотрите, если возьмете ручку и на бумажке начнете что-то калякать, то у вас будут какие-то черточки прямые, какие-то черточки извилистые и какие-то вот разветвленные. То есть какие-то вот из нескольких черточек состоящие, коллеги. Так это и есть первое, самое простое понимание. Оно напрямую ложится с типизацией ОГГИ. Что реки можно условно разделить на прямые, извилистые и разветвленные. Вот. Есть термин разветвленный, есть термин нагрузный.